Наши ауры, энергетики, это наша сила. Неважно, мужчина, женщина, ребенок, это абсолютно неважно, но можно самостоятельно внедрить себе на уровне энергетики такую программу, которая будет подавлять вашу жизнедеятельность. И вы не будете понимать, почему вы в день рождения болеете, почему плохо. Или не в день рождения, а после. То есть эти последствия могут проявиться и после. А корни как раз заложены в программе, которая случилась чуть раньше. То есть вы попали в четверть года, то есть четверка, управляющая в данном случае. Это резонансная ситуация. Кто в физике разбирается, у нас сейчас условия резонанса неправильно трактуют. Условия резонанса как раз на четвертого периода. Это если говорить о волне в физическом явлении. Тут такая же ситуация. То есть у нас естественный цикл – это год и четверть естественного цикла – это задача программы. Поэтому, конечно, первые нюансы и первое объяснение, почему нужно быть аккуратными, почему нужно как бы подходить к этому моменту скрупулезно и методично, чтобы не дай бог не загнать себе вот эту программу на уровне подсознания и организм подчинится. Потому что вы сделали это на свободе воли, то есть вас никто не принуждал. А организм всегда прислушивается к нашей нервной системе. Пусть даже мы не осознанно что-то делаем. Это первый момент. Так вот, каждые четыре года человек для того, чтобы войти в резонанс с определенным энергетическим моментом, брал и фокусировал, то есть делал тот размер волос, который нужен в данном периоде. Ну, наверное, пришло время рассказать, что же это за такие меры. Я уже сказала, что все меры, они закладывают энергоинформационное сообщение с мирозданиями. Эти меры, которые у нас есть, они именно являются антеннами, которые помогают нам в аналитическом плане существовать. Представьте, что без антенны не заработает телевизор. Например, телефон, он тоже завязан как раз на всех спутниках, на всем. Вот и человек так же. То есть мы должны прислушиваться к тому, как реагируют наши меры на события. Если условно тело зажимается и на это событие не откликается, значит, вам туда не нужно. Это событие не принесет вам никакого интересного решения. Вы только потеряете время и энергию. Если же вы, наоборот, ощущая, что вы входите в это событие, мысль, чувство, идея, то, соответственно, пойдет потенциал. То есть вы будете в какой-то конгломерации, в каком-то общении с кем-то или в каком-то деле добирать потенциалы, двигаться дальше. Так вот, какие меры у нас существуют? У нас, как я сказала, меры называются рычагами, потому что через них, воздействуя на них, мы можем обретать то или иное правильное положение энергии. Так вот, какие меры? Первая мера — это сажение. От слова «сидеть». Да, вот мне там присылают, вот сажают, вот это, там, то, то, сё. Нет, дорогие мои. Потому что вот сидячим положением, вот я сейчас перед вами сижу, в состоянии расслабленных плеч, то есть я не выгибаюсь, то есть нет вот этого состояния вытянуться, потому что вытягиваемся мы только либо во время физической активности, либо вот когда обращаем внимание на нашу асангу. Но чаще всего мы в расслабленном состоянии сохраняем такое положение, которое и нужно измерять. То есть нужно взять швейный кантиметр и от макушечки до конца копчика, до последней косточки измерить себя по спине. Измеряем. Дальше вторая рычажная мера — это косая сажа. То есть мы берем от ямочки, которая у нас есть, ну, условно, там, где можно прощупать атлан. Или, если быть точной, то это соединение головы с шеей, основная наша ямочка. Прикладываем швейный сантиметр и по спине в расслабленном сидячем состоянии при второй кончик у нас касается нашего копчика. То есть вот, соответственно, вот такое положение дает именно косую саженную. Вот нам говорят, что косая саженную. Я встречала очень часто в интернете интерпретацию, что человек стоит, вытянув руку и в бок поставив ногу, то есть от среднего пальца якобы там до кончика ноги. Но бред, да, потому что сажен, от слова сидеть. А на рисунке, и как это показывается, человек обычно стоит и от слова косая, то есть наискосок. Но это бред. Почему? Объясняю. У нас есть такая мера, которая позволяет телепатировать другому человеку. И возможность телепатии у нас достигается через работу сферой, которая называется КАЗ. КАЗ – это расстояние между зрачками. То есть вы берете, становитесь перед зеркалом, берете линейку и смотрите. То есть выбираете прям середину зрачочка одного и другого и измеряете. Это называется КАЗ. Так вот, в идеале, в идеале у человека при правильной пропорции, которой сейчас практически ни у кого нет, 12 КАЗ укладывается у нас в позвоночнике. Вот отсюда это КАЗАЯ сажен. Даже не КАЗАЯ, а именно КАЗАЯ. Правильно называется именно так. Это второй рычаг. Третий рычаг – это наш шаршиль, то есть это ширина плеч. Ой, это немножко прервалось у меня, слышно, видно? Все хорошо? Да, слышно, вроде не прервалось. Ага, ну хорошо, потому что прервалось у меня немножко. Хорошо. Вот, значит, следующая мера называется аршин. Аршин, соответственно, это ширина плеч. То есть мы измеряем по спине, закладывая швейный сантиметр, с той стороны, где у нас спинка. Это как раз и есть аршин. Следующая мера называется плечо. Ну, естественно, длина плеча по внешней стороне. Следующая мера. Естественно, у нас две кости, но основная кость – это внешняя. Это у нас называется локоть. Дальше ладонь, понятно, по внешней стороне до конца среднего пальчика. И дальше это у нас пальчик. Понятно, что у нас 10 пальчиков, но мы берем основной пальчик. Это средний пальчик, который у нас есть. Это длина называется, рычаг называется палец. Дальше идет дюйм. Сейчас дюймом называют совершенно не то, что есть на самом деле. Поэтому, конечно, дюйм – это две верхние фаланги любого пальца. Но в данном случае я показываю среднего пальца левой руки. И вершок от слова «верхний», то есть самый верхний рычаг – это у нас одна фаланга каждого пальца. Но я показываю в данном случае условно на левой руке средний пальчик. Так вот, как мы обычно применяли? Дело в том, что у нас идет синхронизация возрастного периода и меры. Так вот, с нуля до четырех лет ребенок мог носить волосы длиною в сажень. Вот интересно, да? А почему? Потому что это все физическое тело. То есть нужно было засинхронизироваться со всем физическим телом и волосами, для того, чтобы его укрепить энергоинформационно. Дальше. С четырех до восьми лет длина прически могла быть косой саженью. То есть уже короче. То есть мы берем от ямочки до копчика, напоминаю, это косая сажень. То есть это попросту в сидячем положении измеренный позвоночник. Соответственно, с восьми до двенадцати лет это у нас уже был аршиль, то есть ширина плеч. С двенадцати до шестнадцати это было плечо, длина плеча. С шестнадцати до двадцати это локоть. С двадцати до двадцати четырех это ладонь. И с двадцати четырех до двадцати восьми палец. Вот смотрите, да, то есть коротко никто особо не стрихся, потому что волосы очень ценились. И волосы это приемник, это антенны. Условно, потеря длины волос и вообще все, что связано с родовыми знаниями, все, что связано с родовыми книгами, с мерами, было утеряно при Петре Первом. То есть он провел такие реформы. Ну просто вот нужно понимать, что всех, кого в истории возносят, ставят ему постаменты, называют города, восхищаются достижениями. Это сто процентов происходило тогда, когда было падение. То есть вот в истории, у нас даже сейчас чаще всего, кто больше навредил, того в истории хорошо и запоминают. Но только потом плохой стирается, и вроде как остается, чтобы был благодетельный. Так вот, при Петре Первом, когда были внедрены потешные войска, деморфизм внедрили. То есть у нас, во-первых, не было деморфизма по прическам, по длине волос между мужчиной и женщиной. То есть и мужчина, и женщина могли носить длинные волосы. Соответственно, с 0 до 4 это сажень, касая сажень с 4 до 8, аршин с 8 до 12, ну и так далее, да, по тому, как я перечисляла. И, соответственно, с 24 до 28 это уже была длина палец. То есть чем старше становился человек, тем короче были волосы. Но это было связано и с телами энергетическими. Когда я в прошлый раз к вам приходила, я проводила аналогию между мерами, ну между пальчиками, соответственно, и мерами, которые у нас есть, и тонкими нашими телами. Так вот, чем мельче мера, тем тоньше тело. Вот это нужно знать. То есть ладонь, она уже отвечает за душу, пальчик отвечает за дух. То есть чем старше человек становился, тем тоньше тело включалось и напитывалось в работу. Представляете, какая глубина. То есть волосы не просто по мере для того, чтобы укрепить какое-то тело и напитать его потенциалом, а чтобы скристаллизовать эту структуру и начать с ней работать. Потому что это сейчас у нас половозрелое состояние, там люди уже и в 14 сейчас женятся, что в моей голове вообще никак не укладывается. А раньше, даже сейчас это сохранилось в непрописной, в 72 года начиналось только, становился человек половозрелым. В 72 года. То есть это ещё до 72 лет, это ещё молодёжь. А у нас 24 — это уже всё, уже пора, бегом из песни. Поэтому, видите как, получается, с 20 до 24 у нас включается душа, то есть человек наконец-то чувствует, кто он, что он, как клеточка мироздания на душевном уровне. То есть идёт формирование души до этого момента миленькими-маленькими шажочками. И потихонечку, полигонечку включается ощущение, что такое настоящая любовь или, правильно, абафь. То есть у нас любовь — это одна девятая часть абави. Ну, чтобы вы понимали, абафь — это по всем делам, по всем энергетикам, когда человек любит другого человека. И получается, что вот этот момент, когда включается душа, его вторили через длину волос. То есть длина, соответственно, волос была с 20 до 24 — это ладонь. С 24 до 28 — это уже пальчик. И потом всё заново могло повториться. То есть вопрос, да, а что же делать после 28 лет? То есть могло пойти заново за восстановление. В каких случаях мы заново повторяли этот цикл? Если, например, тело не успело сформироваться, но были какие-то изъяны, например, это про физическое тело. Или, например, человек не смог разработать обероназальные органы. Это в носок мы сейчас только воспринимаем запахи, а мы можем их излучать. Например, человек не научился это делать. Тогда он будет заново циклы проходить. Сначала длинные волосы, потом короче, пока сой сажение, ну и так далее. Или, например, на гормональном уровне, это всё, что связано с астральным телом, не вырастил правильно железо внутренней секреты. Например, где-то не доформировало что-то, и человек весь спектр эмоций, который, собственно, нас преображает, не чувствует в себе. То есть у него этого нет. То есть ещё раз, любой дефицит, либо погрешность указывала на то, что человеку нужно повторить этот цикл и, соответственно, выйти на реорганизацию, на перестройку того, что, к сожалению, не удалось сформироваться до первых 28 лет. Ну, это самая простая ситуация. А что же в случае, если всё удалось? Если всё удалось, если всё случилось, если сформировались все тела, человек вырастил всё, что нужно, и сформировал физическое тело как нужно, что же было дальше? Мы могли отобразить свои меры единовременно сейчас на своей прическе. Ну, то есть нижнее. Вот помните, ну, мужчины, наверное, на этот момент не обращали внимания, но женщины точно знают, что есть такая прическа лесенка. Это когда нижняя часть волос, самая длинная, потом потихонечку, потихонечку, и самая короткая, она находится здесь. То есть получается, что вот это формирование лесенки, это как генетическая память. То есть мы могли самую длинную меру, это сажень, это вот нужно взять нижние, как бы вот если представить, как волны, да, нижнюю волну взять, это будет у нас сажень, соответственно. Чуть выше.